Сегодня исполнилось три года со дня вступления Михаила Игнатьева в должность президента Чувашии. В июле 2010-го президент России Дмитрий Медведев из трех кандидатур предложил на утверждение парламенту Чувашии кандидатуру заместителя главы правительства, министра сельского хозяйства республики Михаила Игнатьева. 29 августа 2010 года на внеочередной сессии Государственного совета депутаты наделили Михаила Игнатьева полномочиями президента республики. На торжественной церемонии присутствовали полпредпрезидента России в ПФО Георгий Рапота, главы городов и районов, руководители крупных предприятий. С 1 августа 2012 года высшее должностное лицо Чувашской республики именуется не президентом, а главой. Это произошло после вступления в силу поправок в федеральный закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов России. Накануне трехлетия Михаил Игнатьев провел пресс-конференцию, на которой подвел промежуточные итоги работы за последние три года. Три года дались непросто, нелегко. Не все, что хотелось, что задумывалось, удалось воплотить. Но такова жизнь. Ничего идеального в ней не бывает. Не всегда все получается так, как хочется. С первого дня вступления должностей я заявил, что деятельность правительства Чуваши будет направлена на улучшение жизни жителей республики. Сегодня экономическая и политическая ситуация в республике стабильная. Созданы важные институты гражданского общества. Это общественная палата, знаете, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, уполномоченные по защите прав предпринимателя. Эти институты на сегодняшний день, работая и выполняя свои прямые функциональные обязанности, конечно, будут доводить соответствующую информацию. Продолжение следует...